В городе Ош открылось новое здание школы имени Исхаха Розакова. Она находилась в аварийном состоянии и закрылась на ремонт ещё 9 лет назад. Ученики были вынуждены учиться в другой школе. В итоге, два года назад государство выделило средства и вместо ремонта учебному заведению построили новое здание на 720 учеников. «Сегодня мы являемся свидетелями одного из таких добрых событий – открытие нового здания школы имени известного политического и государственного деятеля Исхака Розакова. Ситуация со школами в республике практически одинаковая. Они признаны непригодными для использования в связи с тем, что пострадали в результате стихийного бедствия или истёк срок эксплуатации. Аварийные здания были серьезной проблемой на протяжении многих лет. Главной целью государства является строительство и ремонт школ, оснащение образовательных организаций новыми технологиями обучения. Для этого прилагаются все усилия». Просторные учебные классы, библиотека, спортзал, столовая, октовый зал и не только. В новом здании школы предусмотрены все условия для комфортового обучения школьников и работы учителей. «Нам созданы все условия. В уборных комнатах установлены арестоны. Спортзал у нас большой, оснащён необходимым инвентарём. Есть раздевалки». «Нам нравится наша школа. Она новая, большая и красивая. У нас есть всё. За это спасибо нашему президенту». «У нас всё новое. Школьная мебель, техника, библиотека. Самое главное – у нас есть футбольное поле». Сейчас государство стремится повысить качество образования в стране. Для этого создаются все условия. Помимо решения вопроса нехватки школ, будут изменены методы обучения в образовательных учреждениях. Вместе с учащимися школы и гимназии Минисхака Розакова радуются и ученики средней школы в Алайском районе. Здесь тоже состоялось торжественное открытие нового здания с участием президента в онлайн-формате. «В старом здании потолок протекал в холодную погоду. Мы сидели в куртках. Радует, что сейчас не будет таких проблем». «Мы гордимся, что у нас теперь такая современная школа. Для нас это символ для хорошей учёбы». Двухэтажное здание школы имени Камчебе-Каматова рассчитано на 225 ученических мест. На первом этаже размещены мастерские для разных кружков, столовая и актовый зал. На втором этаже школы имеются учебные классы, предметные лаборатории и библиотека. Сюда завезли 600 новых литературных книг. «Раньше у нас не было такой большой библиотеки. Отдел хранения книг и читательский зал были в одном помещении. Книг тоже было недостаточно. Сейчас у нас есть порядка 4 тысяч учебников, 680 литературных книг и 265 методических книг». Строительство здания завершилось за один год. Государство потратило на его возведение 58 миллионов сомов. Строительство современных школ для получения детьми достойного образования является необходимостью времени. Поэтому, как отметил президент Садыр Джапаров, новые школы будут возводиться и дальше. «Каждая построенная школа – это вклад в развитие нашей страны. И отмечу, что при этом учебники играют очень важную роль в повышении качества образования в школах. В этой связи в прошлом году было напечатано 574 тысячи экземпляров книг на 152 миллиона сомов. В последние годы в республике идёт активная работа по решению проблем образовательных учреждений для повышения качества детей и начато масштабное строительство школ. За последние три года построено 315 школ и 69 детских садов. И подчёркиваю, что объём средств, уделяемых на сферу образования, растёт с каждым годом». В онлайн-формате президент дал старт открытию и в Нижняя Ларчинская среднеобразовательная школы. Ранее она находилась на балансе Чузской области. Сейчас в рамках административно-территориальной реформы школа перешла в городу Бишкек. «Данная школа была начата в феврале 2020 года. Строительство – это новый корпус, дополнительный новый корпус на 375 учащихся мест. По городу Бишкек мы сегодня проводим очень большую работу по капитальному ремонту школ, строительству школ. И нужно отметить, что данное строительство финансировалось из республиканского бюджета». Новое здание школы также оснащено необходимыми школьной мебелью и техникой, благодаря чему учителя радуются, что будет возможность уделять должное внимание каждому ученику. Построить сильное государство без подготовки образованных специалистов, обладающих современными знаниями и навыками для успешного участия в развитии страны, невозможно. Поэтому государство прилагает все усилия для развития сферы образования в стране. Напомним, что для этого был открыт и президентский лицей Аклман. Выпускники лицея в будущем должны занять ответственные должности, развивая все отрасли экономики нашей страны.